В эфире новости из Венгрии на телеканале М1 и я их ведущая Дарья Фоменко. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня. Урсула фон дер Ляйен была выбрана на пост главы Европейской комиссии с небольшим отрывом голосов. Балаш Хидвиге, член Европарламента от партии Фидес, после голосования сказал, разница в 9 голосов доказала, что поддержка правящей коалиции Венгрии позволила фон дер Ляйен победить. Хотя голосование было тайным, однако после объявления результатов сразу стало ясно, кто поддержал Урсулу фон дер Ляйен. Представители венгерских социалистов к ним точно не относятся. Иштван Уйхей в своем видеопослании подтвердил, что, хотя он и согласен с программой Урсули фон дер Ляйен, он не проголосовал за нее, поскольку считает антидемократичным тот способ, с помощью которого ее кандидатура была выдвинута главами государств и правительств. В лице Урсули фон дер Ляйен Европейская комиссия приобрела слабого лидера, считает единственный европарламентарий от правой партии Йоббик. В своем интервью Мартон Дендеши сообщил, что он проголосовал против. А депутат от левой партии Демократическая коалиция считает, что Урсула фон дер Ляйен настоящий демократ, имеющий четкую программу и конкретные планы. Она поддерживает идею образования Соединенных Штатов в Европе, отметил пресс-секретарь этой же партии. Также ее кандидатуру поддержали представители либеральной партии «Моментум». Они считают, что ее избрание – результат компромисса, который пойдет на пользу Венгрии. Венгерское руководство играло большую роль в движении кандидатуры Урсули фон дер Ляйен, и при голосовании все 13 представителей правящей коалиции поддержали ее. Европарламентарий от партии «Фидес» подчеркнул, что без голосов венгерских правящих партий немецкий политик не было бы избрано на пост председателя Еврокомиссии. Судя по дебатам, на ее стороне были в основном правее партии. Большинство левых же голосовали против, отметил Балаш Гидвеги. Для избрания нового председателя Еврокомиссии требовалось 374 голоса. Фон дер Ляйен набрала 383. Поскольку судьбу большинства решили всего 9 голосов, 13 голосов от «Фидес» были крайне необходимы, подчеркнул эксперт. Зольтан Ломнице добавил, что избрание Урсули фон дер Ляйен – это провал европейских левых и победа правых. Про миграционные силы после Брюсселя начали атаковать Нью-Йорк, заявил министр иностранных дел Венгрии после заседания экономического и социального совета ООН. Так Петер Сиерту отреагировал на инициативу, согласно которой нелегальным мигрантам нужно обеспечить такой же уровень услуг здравоохранения, как и своим гражданам. Венгерская точка зрения однозначно. Нелегальная миграция – опасное явление, и мы не должны допустить ни ее организации, ни легализации в ближайшем будущем. Протест нужно остановить, потому что это чревато огромными рисками безопасности для всех. Сейчас это не что иное, как новая попытка по шагу реализации глобального договора о миграции. Чиновники ООН в Нью-Йорке пытаются обязать все страны-члены предоставлять такие же услуги здравоохранения мигрантам, как и своим гражданам. Президент Словакии впервые приехала в летний лагерь Гомбасек, который является главным местом встречи для венгерской молодежи Словакии. Зузана Чапутова на форуме заявила, что она считает своей главной задачей защиту национальных меньшинств Словакии. Сотни людей ожидали прибытия президента Словакии в село Славиц, где сейчас проходит крупнейший музыкальный фестиваль и свободный университет для этнических венгров. «Естественно, я должна была посетить этот лагерь», – подчеркнула Зузана Чапутова. Она также говорила о том, что хотела бы понять и почувствовать проблемы граждан своей страны. «В первую очередь я хотела бы знать, что соблюдаются ли права венгров, не подвергаются ли они нападкам. Если на моем столе окажется закон, который бы в какой-либо форме ущемлял права национальных меньшинств, я незамедлительно наложу на него вето», – пообещала президент Словакии. Сообщение о визите Зузаны Чапутовой организаторы приняли с большой радостью. Ведь хотя это мероприятие является форумом для важных политических и общественных дискуссий, пока ни один глава государства не принял приглашение. Президент Словакии высоко оценила площадку и многоликость летнего лагеря. Фестиваль «Бабл Саунд» в городе Балатон-Боглар в самом разгаре. В этом году здесь выступают 46 коллективов со всех концов мира. Среди них музыканты и танцоры, которые расскажут о своих культурных традициях. В субботу снова пройдет ночь фуникулеров. В этом году к этой инициативе присоединились шесть городов. Вместе Матрас-Сент-Иштван можно будет наслаждаться красотами горной природы до полуночи. При ясной погоде отсюда открывается вид на 100 километров вплоть до Будапешта. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова